Какую инвестиционную стратегию выбрать в разгар кризиса и стоит ли вообще покупать акции? Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. Мы сейчас с вами находимся на довольно неизведанной территории, которая заполнена неопределенностью, потому что, с одной стороны, ситуация в экономике достаточно плачевная, и никто толком не понимает, сколько месяцев и, может быть, даже лет займет восстановление экономики к докризисным уровням. С другой стороны, на финансовых рынках мы видим рост, особенно по некоторым секторам. Технологические компании или компании, которые так или иначе себя к технологической отрасли причисляют, уже взлетели в небеса, очень серьезно оторвавшись от динамики широкого рынка. При этом другие, более приземленные компании часто еще не дошли до своих докризисных уровней, и остается очень много вопросов. Какие инвестиционные действия сейчас совершать? Насколько это опасно? Стоит ли опасаться второго обвала? Стоит ли опасаться какой-то вообще продолжительной смены тренда на рынке? Давайте поговорим о том, как можно действовать в условиях неопределенности. На инвесторов сейчас, конечно, давит огромное количество информации из самых разных источников, и эта информация зачастую противоречит сама себе. Потому что кто-то говорит, что в кризис нужно пользоваться возможностями, нужно скупать все, что плохо лежит, все, что подешевело, потому что особенно этот кризис нетипичный, приостановка экономики временная, и те бумаги, которые все еще находятся на низких уровнях, отрастут, как только ситуация в мире нормализуется. Кто-то говорит, что в кризис, когда мы не понимаем, еще раз скажу, сколько времени займет восстановление, лучше владеть акциями качественных компаний, у которых низкая долговая нагрузка, у которых хорошие показатели эффективности, рентабельности, у которых по-прежнему сохраняются стабильные денежные потоки. Кто-то рекомендует присмотреться непосредственно к дивидендным компаниям, кто-то рекомендует присмотреться к компаниям-экспортерам, которые получают выручку в валюте и таким образом имеют преимущество. Да и мы здесь на канале тоже регулярно обсуждаем какие-то конкретные акции, делаем распаковку компаний, делаем подборки бумаг из интересных отраслей, обсуждаем новости по этим компаниям. И я понимаю, что такой поток информации может запутать и немножко смутить, поэтому хотелось бы мне расставить точки над «и». Если вы думаете, что кто-то вам скажет, какие акции прямо сейчас покупать, чтобы стать богатым, нет, такого не будет, но вот именно о стратегии поведения инвесторов в кризис, я думаю, поговорить очень важно. Ну, смотрите, на самом деле есть два основных вопроса, на которые нужно ответить себе, чтобы понять, какие активы вам подходят. Первый вопрос – это на самом деле, как долго продлится кризис. Но вы же понимаете, что это очень вопрос субъективный, и, конечно, всякие разные эксперты будут вам излагать свои точки зрения и подкреплять их аргументами, вы можете прислушиваться или нет, но точного ответа на этот вопрос никто не знает. Поэтому этот фактор, эта переменная у нас в любом случае остается неизвестной. И второй вопрос, на который вы просто обязаны иметь ответ как инвестор – это на какой горизонт времени вы инвестируете. И именно исходя из этого, уже нужно выбирать бумаги в свой портфель. То есть нужно отталкиваться не от того, что вот какая-то акция вам нравится, дай-ка я ее куплю, а потом решу, что с ней делать. Нет, если вы хотите на рынке выжить, у вас должен быть четкий и понятный план. Ну и еще два вопроса, на которые вы должны ответить себе, прежде чем вы начинаете инвестировать, это А. Нет ли у вас обременяющих кредитов, особенно под высокую процентную ставку? Если они есть, то инвестиции для вас не подходят. И второе – это есть ли у вас подушка безопасности, которая страхует вас на черный день, потому что мы с вами не знаем, будет ли введен, допустим, новый жесткий карантин в России и других странах. Исключать такую вероятность мы не можем. Ходят слухи, что в сентябре ситуация может снова вернуться к неприятной, поэтому, пожалуйста, не забывайте про вашу подушку безопасности. Ну а дальше отталкиваемся уже как раз таки от того самого инвестиционного горизонта. Если вы инвестируете на короткий срок, я считаю коротким сроком инвестиции до трех лет, то здесь, конечно, нужно придерживаться максимально консервативных подходов, если вы понимаете, что вам через три года эти деньги нужно будет вытащить и потратить на какую-то понятную цель. И здесь, конечно, лучше всего подходит либо старый добрый банковский депозит, да, доходность невысокая, к сожалению, но это понятная инвестиция, по которой у вас есть вполне такие прозрачные прогнозы. Либо тогда уже вы выбираете облигации, если хотите работать с биржевыми инструментами, и именно на облигациях должна быть сфокусирована ваша инвестиционная стратегия. Как минимум 80% денег при таком подходе нужно держать именно в облигациях, причем это должны быть облигации либо государственные, облигации федерального займа, благо они до сих пор дают довольно приемлемую доходность, ну, либо это могут быть какие-то корпоративные облигации, но это самые-самые голубые фишки российского рынка, ну, то есть вот условный Газпром, да, опускаться на облигации более рискованные, которые предлагают, конечно же, более заманчивую доходность сейчас нельзя, потому что очень высок риск того, что мы в ближайший год-полтора будем видеть массовые дефолты по корпоративным облигациям, не самых устойчивых компаний, и, конечно, вам при такой стратегии такие рискованные варианты абсолютно не подходят. Да, какую-то небольшую долю портфеля вы все равно можете направить в акции, да, это может быть 10-15%, но, опять же, если вы инвестируете на короткий срок, то это должны быть, конечно же, дивидендные акции, желательно дивидендные аристократы, которые все-таки какой-то фиксированный денежный поток вам обеспечат. Ну, а так называемые акции роста, то есть компании, которые большую часть своих доходов вкладывают в развитие, дивидендами не делятся, вам не подходит, причем какой бы классной такая компания ни была. То есть, условно говоря, покупать Amazon или Apple на горизонт до трех лет сейчас абсолютно не, на мой взгляд, логично, потому что компании и так уже очень дорогие, они очень перегретые по всем мультипликаторам, и при этом еще и дивидендами они вас не вознаграждают. То есть, если в какой-то момент мы войдем в фазу жесткой коррекции, первыми посыпятся, скорее всего, именно перегретые технологические компании, индекс NASDAQ технологический американский находится на каких-то совершенно космических отметках, и, конечно, там будет определенная коррекция, и вы под эту коррекцию можете попасть, и когда вам деньги нужно будет вытаскивать, и результат вас не удовлетворит. Если вы инвестируете на срок, ну, скажем, от трех до десяти хотя бы лет, назовем это среднесрочным инвестированием, и здесь вы уже можете позволить себе немножечко больше риска, потому что, ну, логично ожидать, что все-таки 10 лет текущий кризис не продлится, экономика вступит в новый цикл, пойдет оживление, пойдет подъем, и там мы увидим уже больше каких-то таких понятных рыночных тенденций. Пока то, что мы видим, это, конечно, скорее такое иррациональное искажение, и риски коррекции действительно, на мой взгляд, очень высоки. Поэтому если вы инвестируете на срок от трех до десяти лет, вы можете позволить себе иметь в портфеле 50-60% акций, кто-то, кто более открыт к риску, может взять и 70%, но все равно нужно понимать, что вам нужна стабилизирующая часть портфеля. Здесь это может быть немного золота, это могут быть те же самые стабильные и понятные облигации, ну, а вот этот ваш условный там, условные 60% акций могут быть разбиты по компаниям разных категорий, то есть здесь могут быть и компании дивидендные, и компании роста. Но нужно понимать, что выбор индивидуальных акций, даже на срок такой относительно долгий, на 10 лет, это достаточно большая нагрузка и ответственность, потому что вам нужно будет так или иначе следить за состоянием бизнеса этих компаний, и вам нужно выбрать какие-то такие бумаги, которые действительно имеют потенциал. Не факт, что драйверы роста у тех бумаг, которые отрастают сейчас, сохранятся на такой продолжительный период времени. Поэтому здесь тоже нужно максимально адекватно оценивать свои риски, свои возможности, и если вы понимаете, что вы не готовы углубляться в процесс выбора индивидуальных акций, то лучше не перегружать себя и выбирать ETF и биржевые фонды для того, чтобы вложиться в акции. Это инструменты коллективных инвестиций, вы просто покупаете долю в фонде, ну, а фонд уже, соответственно, самостоятельно выбирает, в какие инструменты вкладываться. У нас сейчас растет предложение фондов биржевых пифов на российском рынке, их можно купить через российских брокеров, это очень хорошая тенденция. К сожалению, конечно, пока линейка не такая широкая, с американским рынком не сравнится, то есть у нас нет, допустим, ETF по конкретным отраслям российского рынка, но, по крайней мере, можно купить ETF или биржевой пиф на тот же самый индекс московской биржи, и, в целом, он вполне отвечает целям среднесрочного инвестора. Ну, а если вы инвестируете на горизонт больше 10 лет, то вы тот самый долгосрочный инвестор, и здесь вы можете позволить себе, конечно, немножко больше риска. В принципе, даже 90% акций в портфеле можно иметь. Ну, опять же, если вы понимаете, что вы вкладываете не последние свои деньги, в целом вы готовы к тому, что по ним будет волатильность и будут просадки. И здесь у вас за счет того, что вы инвестируете на долгий срок, и вы, скорее всего, свой портфель будете постепенно пополнять, потому что вы знаете, что я за стратегию регулярного инвестирования, которая как бы усредняет все наши покупки, то, соответственно, вы можете себе позволить брать и более рискованные бумаги тоже, то есть можно вкладываться в так называемые small cap stocks, акции небольшой капитализации, которые кажутся вам перспективными. В принципе, там на какую-то долю портфеля можно брать и акции компаний, которые на данный момент являются убыточными, может быть, которые даже пока еще вообще не показывали прибыль, но вы верите в этот бизнес. Ну, вот как недавно в видео про искусственный интеллект, мы обсуждали варианты таких компаний. Вы можете взять на себя действительно больше риска. Но все-таки не забывайте о главном правиле. Инвесторы – это диверсификация, и особенно это важно, когда вы вкладываетесь на долгий срок. Поэтому очень внимательно подбирайте акции по отраслям экономики, диверсифицируйтесь. У меня было тоже видео отдельное, в котором я разбирала 11 секторов американской экономики, например. Мне кажется, это видео будет полезно для того, чтобы как-то составить себе понимание того, как должен выглядеть ваш диверсифицированный долгосрочный портфель. Можете посмотреть это видео, ссылочка на него будет в первом закрепленном комментарии. Что такое здоровый диверсифицированный портфель? Это портфель, в котором по крайней мере акции 8-10 компаний. И, что очень важно, доля одной акции не слишком высока. То есть не больше, там по крайней мере 15% всех ваших денег должно лежать в одной акции. Тогда вы не будете слишком сильно зависеть от ее поведения. Ну и помним про ребалансировку портфеля. Мы делаем ее не чаще, чем раз в 6 месяцев. И нужно помнить, что при ребалансировке портфеля мы не продаем просевшие акции, если это действительно не какие-то мусорные бумаги, которые находятся под гигантским риском. Но мы продаем те активы, которые выросли больше всего, те классы активов. Фиксируем прибыль частично и докупаем те классы активов, которых у нас в портфеле на данный момент по каким-то причинам меньше. Теперь давайте поговорим о том, какие могут быть у нас планы действий, в зависимости от того, в какой точке инвестиционного пути вы находитесь. Вот если вы еще пока не начали инвестировать и думаете, может быть стоит начать сейчас, в самый разгар кризиса, я думаю, что да, я думаю, что это хорошая идея, по крайней мере открыть брокерский счет и начать совершать свои первые регулярные покупки. Но я бы ни в коем случае сейчас не стала вкидывать все свои деньги в рынок акций, потому что по понятным причинам экономика крайне неприятный период сейчас переживает. Когда этот период закончится, непонятно. И будут ли у нас дальнейшие мощные коррекции на фондовом рынке, которые как бы немножечко сократят вот этот разрыв между динамикой акций и динамикой реальной экономики, пока непонятно. Поэтому все деньги вкладывать в рынок я бы сейчас ни в коем случае не стала. Это очень важный момент, который нужно понимать. Если вы уже инвестируете, но у вас есть отложенные свободные деньги, вы думаете, что с ними сделать? Оставить их, допустим, на какое-то время на депозите или закинуть в рынок сейчас? Аналогично. Я бы здесь советовала не слишком торопиться. Вы можете продолжать какие-то свои регулярные покупки акций, там на сумму, которую вы выделили себе, и продолжать это делать дисциплинированно, но большим объемом в рынок сейчас входить, конечно, на мой субъективный взгляд, страшновато. И я для себя, допустим, у меня была определенная заначка, которую я собиралась инвестировать на просевшем рынке. Часть потратила я в марте, закупив фактически на самых низах акции, которые кажутся мне качественными. Вторая половина этой заначки у меня пока лежит нетронутой и ждет лучших времен. Но при этом я продолжаю регулярно докупать активы на небольшую сумму. Мне кажется, что сейчас это, наверное, самая здоровая стратегия, потому что тоже сидеть годами, как это говорится, на заборе и ждать какого-то благоприятного времени, когда в экономике все будет хорошо и можно будет начать наконец-то инвестировать, ну, тоже не совсем правильно, потому что когда это время наступит, никто не знает. Когда будет коррекция рынка и от каких уровней эта коррекция начнется, мы тоже с вами не знаем. Мы не знаем, до каких уровней рынок успеет дорасти. Но при этом большими объемами, наверное, все-таки сейчас не самое подходящее время. Дальше. Если у вас нормальный, здоровый, диверсифицированный портфель, составленный по науке, я думаю, что никаких действий особенно предпринимать не нужно. Нужно продолжать делать то, что вы делаете. Если у вас диверсифицированный портфель, то, скорее всего, вы сейчас наслаждаетесь каким-то плюсом, может быть, большим, может быть, маленьким. Вы наблюдаете, конечно, большую волатильность на рынке, когда портфель может из плюсового вдруг на следующий день проваливаться в минус, потому что изменились какие-то краткосрочные тенденции. Но в целом вы застрахованы, потому что понятно, что все компании разом не обанкротятся. Так или иначе, на определенном горизонте мы увидим, что ситуация выравнивается. Поэтому если вы успели создать здоровый портфель, просто наслаждайтесь ситуацией. Ну и последний момент. Если у вас портфель не совсем здоровый, перекошенный, если в нем там одна, две, три акции, то здесь, конечно, нужно что-то менять, потому что это очень опасно. Тут могут быть какие варианты? Допустим, у вас портфель сейчас находится в плюсе. Портфель состоит из буквально нескольких бумаг. Он не диверсифицированный. Что делать? В идеале, конечно, просто приводить свой портфель в более здоровый вид, то есть пополнять счет и делать так, чтобы доля акции в портфеле была не 100%, а хотя бы 15%. Но понятно, что это будет требовать внесения новых средств. Если вы к этому сейчас не готовы, если, допустим, у вас в портфеле есть такая откровенно мусорная бумага, которую многие сейчас подбирали, ну вот самый яркий пример это Карнивал, ну таких компаний довольно много. Компании, у которых там выручка упала на 90%, но при этом акции взлетели в небеса. Конечно, это нездоровая ситуация. И вот если вы не готовы портфель балансировать, то лучше этот плюс зафиксировать и уже потом дальше думать над тем, какая инвестиционная стратегия вам подойдет. Если у вас куплена одна более или менее хорошая, качественная компания, ну в принципе вы можете ее оставить, но все равно понимать, что это портфель, ну по сути не портфель, это просто одна или две акции, которые находятся на вашем счете. И, конечно, портфель нужно приводить к более здоровой структуре. Если у вас убыток по там одной-двум бумагам, которые у вас лежат на счете, статистика показывает, что убыточные позиции фиксировать невыгодно. И я бы все-таки, наверное, вот здесь старалась выйти на стратегию оздоровления портфеля и постепенной, да, не сразу там большой суммой, постепенной докупкой большего количества инструментов в ваш портфель, которые сделают его более устойчивым даже в кризисные времена. Ну, кстати, если вы новенький на нашем канале, то напомню, что у нас есть рубрика «Инвестшо», которая выходит раз в неделю. И в рамках этой рубрики я сама показываю, как я постепенно через регулярные покупки формирую диверсифицированный портфель. Вы можете посмотреть последний выпуск «Инвестшо» по ссылочке в первом закрепленном комментарии. Если вам нужна, может быть, какая-то мотивация или если вы хотите посмотреть процесс покупки акций, процесс учета инвестиций, все вы найдете там. В этом видео я не ставлю перед собой задачи дать вам какие-то конкретные инвестиционные идеи, потому что их на канале у нас и так очень много. И мне хотелось бы вот именно просто проговорить основные моменты, которые связаны с управлением рисками сейчас и с принятием этих рисков. Ну и пишите, пожалуйста, в комментариях, какая ситуация с вашим портфелем сейчас и какую стратегию вы выбираете для себя. Какие у вас ожидания по восстановлению экономики, какие у вас ожидания по коррекции на рынках. И как, исходя из этого, вы формируете свою стратегию. Предлагаю обменяться мнениями. Я внимательно читаю все комментарии, стараюсь отвечать. Получается не всегда, но все совершенно точно вижу. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. И спасибо за то, что смотрите и поддерживаете. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока!